Соцконтракт это безусловно возможность вырасти, и в этом моменте мастера очень часто пугаются. После получения выплаты есть определенные нюансы освоения денег. Смотрела на эти вытяжки, очень сильно хотела. На дому работать это невозможно, это некомфортно. Получение социального контракта это действительно очень хороший рывок и старт. Всем здравствуйте, меня зовут Александра Ярош, я мастер ногтевого сервиса и преподаватель маникюра и педикюра. Сегодня я вам хочу рассказать о социальном контракте, то есть выплату от государства. Ее можно получить в двух вариантах. Это от центра занятости населения и от социальной защиты. Два варианта и две разные суммы. В социальной защите вы получите 250 тысяч, в центре занятости населения я в 2020 году получала 292 тысячи. Сейчас эта сумма составляет 317 тысяч рублей. Немножко может разниться между регионами. Пакет документов везде один и тот же. То есть все, что вам нужно сделать, это прийти в центр занятости, либо в социальную защиту, принести с собой паспорт и встать на учет в центр занятости. Через две недели вас признают безработными и вы начнете свой несложный путь по получению выплат. Это занимает буквально 2-3 месяца. Я в 2020 году попала в пандемию, у меня этот путь занял в полгода. Сейчас все гораздо проще. Когда вы подаете документы в центр занятости населения, вас автоматом продвигают сразу и в социальную защиту. То есть вам сразу дают возможность, если вы не получаете по какой-то причине, не проходите по одной комиссии, вам дают возможность тут же пройти эту же комиссию, по этому же бизнес-плану в соцзащите. Да, сумма дотации там немножко меньше, но зато она фиксированная 100% во всех регионах. Это 250 тысяч рублей. И иногда говорят, что там попроще. Ну, тут, мне кажется, это лукавит. Просто сам факт того, что можно сразу подать документы, то есть на две комиссии. Это в центр занятости населения и в социальную защиту, тем самым удовольствовать свои шансы. После подачи документов и после того, как вас признают безработными, вам нужно будет составить бизнес-план, то есть описать то, на что вы собираетесь потратить эти деньги. И в этом моменте мастера очень часто пугаются, то есть для них бизнес-план это звучит как что-то за гранью фантастики и недостигаемое. На самом деле все это очень просто. Во-первых, сами сотрудники заинтересованы в том, чтобы раздать непосредственно эту дотацию, которую они получили, то есть освоить деньги. И второй момент, можно обратиться точно так же, как и к сотрудникам для написания бизнес-плана, либо прийти в любой бухгалтерский сервис, то есть к любому человеку, который занимается бухгалтерией, и попросить его, заплатив ему буквально там 3000 рублей, 3-5 в зависимости от региона, где вы находитесь, и к какому человеку вы обратитесь. Изложить ему все свои мысли, то есть все, что вам нужно будет сделать, это просто как делала я. Я просто на листочке бумаги в формате А4 написала все, что я думаю и все, куда я хочу потратить деньги. То есть название аппаратуры, название фирм, где я хочу закупиться, магазинов. Изначально все это проштудировала в интернете, и мне специалист все это структурировал в бизнес-план, то есть он собрал, я дала ему информацию, это называется скелет, и он из этого скелета, то есть собрал полностью уже непосредственно сам бизнес-план, разложил все по полочкам. Вам нужно будет расписать услуги, прайс на них, бухгалтер, все это, человек, который вам будет составлять бизнес-план, соберет все это, он точно так же может помочь с составлением рекламы, каких-то нюансов, подсказать вам, дать какие-то идеи для того, чтобы стартануть. Кстати, бюджет на рекламу точно так же можно заложить для старта в эти же деньги. После получения выплаты есть определенные нюансы освоения денег, то есть в любой сфере, я буду рассказывать непосредственно про мастера маникюра и педикюра, есть определенные моменты при покупке инструментов и материалов. В моем случае мне нужно было закупить оборудование на 292 тысячи рублей, и так как у меня большая часть уже присутствовала, я пыталась найти, куда пристроить эти деньги, и начала закупать расходные материалы. Это была большая ошибка, никому так не советую делать, потому что все оборудование, которое вы покупаете, и чеки, которые вам выдаются, вы должны хранить в течение 4 лет. Закупать оборудование можно непосредственно в профессиональных магазинах, у которых есть документы, и плюс к этому должны совпадать акведы на продажу тем или иным материалом, либо оборудованием. То есть пойти и потратить деньги в каком-то соседском магазине и закупить там товары, материалы вы не можете. Вы должны у них запросить определенные документы, чтобы они подходили. Это не так уж и сложно, если человек работает легально, для него это не составит никакого труда. Что я покупала именно из оборудования? Это было патологическое педикюрное кресло с тремя электромоторами, полностью закупилось стерилизационную зону, то есть все по САМПИН, а именно в этом году нормы САМПИН стали гораздо жестче. Роспотребнадзор потребовал установить в каждом кабинете маникюра и педикюра рециркуляторы воздуха, и на все обязательно должна была быть сертификация от Роспотребнадзора. То есть купить где-то что-то в интернете, это было практически невозможно. Я искала профессиональные магазины с документациями, чтобы мне все это можно было подтвердить, и потом еще отсчитаться на комиссии. Самое, наверное, долгожданное, что я хотела купить, это были вытяжки ФОБЛАНК. У меня их две, в маникюрной зоне и в педикюрной зоне. Так как работая непосредственно с педикюром, идет гораздо больше пыли и больше опасности повреждения наших дыхательных путей, то есть пыль от пяток, да, все это грибковые какие-то инфекции, заболевания. Смотрела на эти вытяжки, очень сильно хотела. Все прекрасно всасывается, вся пыль, чистый кабинет вокруг, и чистить их не составляет никакого труда. На самом деле я кайфу от этих вытяжек. Я правда, я на них слюни пускала просто пару лет, наверное. И первое, что я приехала покупать в Краснодар, когда я получила выплату, это именно вытяжки ФОБЛАНК, потому что они прям реально кайфовые. Вот, именно на и в маникюрную зону, и в педикюрную зону, это вообще просто блеск. Плюс это очень интересно клиентам, это не так, как у всех. На них обращают внимание и считают, что это что-то такое, ну вот, вау, ни у кого такого нету, а у моего мастера есть. Это просто восторг видеть, как они восхищаются. Но это правда, ты выделяешься из всех. С какими подводными камнями вы можете столкнуться при получении выплаты и при покупке именно материалов? Я рассказывала про то, что я закупила расходные материалы, их нужно хранить. Четыре года. Вы должны четыре года сохранять чеки, вы должны четыре года еще будете сдавать отчетность, но это на самом деле несложно, раз в квартал вас будут вызывать просто поставить свою подпись в центре занятости. И точно так же будет происходить, если вы получите выплату через соцзащиту. То есть это все практически, весь процесс идентичен. Просто отличается набор документов немножко и отличается то, что в соцзащите вы можете стать сразу самозанятым. На момент, когда я получала выплату в 2020 году, мне нужно было открывать только ИП. Я открыла ИП, и ИП мне нельзя закрывать четыре года. Но так как сейчас, с 2021 года, с прошлого года у нас на территории Краснодарского края, а уже и на территории всей России, действует ИП-самозанятость, для тех, кто не готов платить ежемесячные налоги, по 10-13 тысяч, в зависимости от регионов, раз в квартал, покупать онлайн-кассу, что на тот момент мне было тоже необходимо, а это дополнительные были траты, то есть не все мастера сразу могут себе это позволить, то идеальный вариант сейчас открывать ИП-самозанятость. Онлайн-касса вам будет не нужна, вам не нужно будет тратить плюс 30 тысяч на нее, хотя именно ее же можно точно так же включить именно в сумму, в дотацию, которую вы собираетесь потратить на открытие своего дела. То есть эти деньги можно потратить исключительно только в вашу сферу, да, вот маникюрно-педикюрную. Плюс можно также указать, если вам необходимо пройти какие-то дополнительные курсы, поэтому прежде чем открыть свой кабинет, вы можете точно так же указать сумму на обучение, но опять есть один момент, вы не можете пойти к какому-нибудь именитому преподавателю просто потому, что он вам нравится найти его где-то в социальных сетях. У этого преподавателя обязательно должна быть аккредитация по обучению, то есть он должен вам выдавать документы гособразца. Профессию мастера маникюра я получила в 2012 году, какое-то время по ней я не работала, и с 2016 года я вернулась в свой родной город Приморско-Ахтарск и решила поработать в найме. Не сошлась я с руководителем и ушла работать на дому. На дому работать это невозможно, это некомфортно, вот, и я решила уходить на аренду, то есть буквально спустя несколько месяцев я решила уходить на аренду. Это было очень тяжело, это было очень страшно, и если бы я изначально знала, что можно получить такую выплату, получить, закупить оборудование, мне было бы гораздо проще это сделать, и, наверное, я сделала бы это гораздо быстрее, да. То есть при помощи получения социального контракта я смогла закупить самое лучшее оборудование, и с мастера маникюра я выросла очень быстро до преподавателя, то есть у меня сейчас я веду живые курсы, ко мне приезжают со всех городов России, с Казани, сейчас вот скоро будет девочка с Ханты-Мансийска, то есть география моих учениц раскидана по всей России, и приезжают ко мне в маленький город, да, несмотря на то, что я живу как бы достаточно-таки далеко, как к хорошему преподавателю, потому что очень хорошо выросла, и помогло мне в этом непосредственно, то есть развитие малого бизнеса, да, социальный контракт и получение выплат, так как получила деньги, закупила оборудование, сразу очень выросла как мастер, монетизировала все свои знания, начала вести соцсети, дальше я начала развиваться в онлайн-обучении после где-то полутора лет преподавания, взяла себе мастера в найм, сменила троих, и, наконец-таки, остановилась она на самом хорошем, на своей ученице, она у меня училась два года назад, и теперь она со мной работает. Соцконтракт — это, безусловно, возможность вырасти, во-первых, самому как мастеру, именно там маникюрно-педикюрно сферы, да, то есть клиенты будут понимать, за что они будут платить, у них будут абсолютно другие условия, в которые они будут приходить, то есть мастер, который работает на дому, и мастер, который будет работать в съемном кабинете и с лучшим оборудованием, то есть прайс у них явно будет отличаться, с учетом того, что ваших вложений там практически не будет, то есть соцконтракт позволяет вам вырасти и вырасти, причем моментально, у меня так именно и получилось. Точно так же все, что у меня было, оборудование, я его никуда не девала, я все оставила и пустила его непосредственно в групповое обучение, то есть я собирала, стала обучать мастеров маникюра, а впоследствии уже и педикюра, вот, и то есть все, что у меня было, я точно так же использовала. Это даст вам возможность не работать всю жизнь мастером маникюра и вырасти в преподавателя, создать свои курсы любые, да, там, начиная от росписи акварели, там, заканчивая техниками, вот, и всем остальным. Получение социального контракта – это действительно очень хороший рывок и старт, с учетом того еще, что они пересматривают каждый год, и сумма растет в зависимости от инфляции денег, то есть в 2020 году я получала 292 тысячи, ну, там, с копейками, а в 2022 году муж получал уже 317 тысяч, поэтому сумма может зависеть и разнится немножечко из-за регионов, пакет документов везде остается один и тот же, и точно так же сумма разнится, ну, ненамного, там, в районе, там, 10-20 тысяч рублей. Я проверяла, мониторила и коллегам советовала. Когда вы идете составлять бизнес-план, да, для получения этих денег, у вас в голове уже должны быть какие-то мысли о том, что вы хотите купить, куда вы хотите потратить эти деньги, и скажу сразу, что отступаться от бизнес-плана нельзя, то есть вы должны это все продумать заранее и наперед. Когда на момент защиты бизнес-плана, бизнес-план попадет в комиссию, обратного пути не будет, то есть скорректировать вы его уже не сможете. Вы должны будете четко все закупить по списку, который у вас будет записан в бизнес-плане, и отступаться от него будет нельзя. То есть если хоть что-то из этого списка не будет куплено, если хоть что-то пойдет не так с чеками, то вас обяжут, к сожалению, вернуть эту сумму, которую вы потратили, вот, поэтому единственное, что вам нужно будет сделать, это подготовиться, изложить все на бумаге, написать бизнес-план, да, вам в этом могут помочь специалисты, заплатить за это нужно будет не особо большую сумму, вот, и следовать самому бизнес-плану и закупаться непосредственно на лицензированных магазинах. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, данная вам информация будет полезна. Субтитры подогнал «Симон»